Всем привет, меня зовут Маша, я журналист программы Тайный Агент. И в этой программе мы узнали действительно очень много интересного про вещевые рынки. Того, чего я действительно не знала до этой программы. В частности, что оказывается летом такие вещи, как кофточки со стразами, ну лучше действительно не покупать. В стразах, в мелких вот этих блестящих деталях, которые часто можно увидеть на всяких маечках, рюшиках. Оказывается, есть вот такие вот вредные металлы, которые при нагревании испаряются, взаимодействуют с кожей, ну и происходят очень неприятные вещи. Вот, оказалось еще, также эксперт нам рассказал, что во многих вещах с рынка, привезенных, сами мы понимаем откуда, есть очень много формальдегида. Это такое вещество, которое есть везде, но тем не менее, если его много, он становится ядом. И много его в клеях, в красках, вот то, что все то, что пахнет, если сумочка там ваша лакированная, допустим, пахнет, вот значит, что там, скорее всего, какая-то химия. Такое лучше не покупать, сумку точно. Если пахнет сама вещь, трикотажная, ну из любой другой ткани, то первым делом, обязательно придя домой, ее лучше постирать. Это вообще главный совет, который дал нам эксперт, с которым мы проводили расследование в этой теме, с которым мы ходили в такой рейд по безопасным и опасным вещам вещевого рынка. Что точно нельзя покупать? Ну, лучше избегать действительно синтетических вещей. Все об этом знают, но тем не менее, синтетика бывает очень разной. И если ее соотношение большое, это действительно вот такая вот стеклянная, но вам кажется, что она красивая вещь, лучше не покупать. Врачи говорят, что это небезопасно, кожа под синтетикой не дышит, и могут развиваться различные неприятные явления, там, ну, об этом подробнее вы узнаете в программе. Не буду пересказывать все диагнозы, которые рассказали нам врачи, но синтетика действительно нет, потому что синтетика хорошо проводит электричество и взаимодействует с нашими нервными окончаниями на коже. Ну, оказалось, да, вот такое для меня тоже открытие. И постоянное воздействие на наши нервные окончания, оказывается, плохо влияет на нервную систему. Вот такое тоже открытие прозвучало. И оказывается, синтетика вот таким вот невидимым, неощутимым образом влияет на нашу центральную нервную систему. Поэтому лучше покупать что-то натуральное. Ну, или хотя бы с меньшим содержанием синтетики. На самом деле, на вещевых рынках можно найти хорошие вещи. Это мы тоже проверили и по более выгодной низкой цене. Но все, что привозится, обязательно лучше дома перестирать. Потому что то, как оно хранится, то, как оно хранится перед продажей, в нем могут скапливаться вот те вредные вещества, которые потом могут повлиять на ваше здоровье. Это совсем никому не нужно. Так что придя домой, купив какую-то кофточку с вещевого рынка, красивую, модную, новую и недорого, обязательно просто ее постирайте, и тогда она станет и безопасной, и красивой. Я надеюсь, что мои советы вам чем-то пригодятся.